Всем добрый вечер! Сегодня мы поговорим с вами о чае с мятой, о его пользе и вреде. Еще с далекой древности уважаемые всеми доктора Авиценна и Гиппократ неоднократно доказывали, что чай с мятой оказывает исключительно положительное воздействие на человека, а сегодня каждая хозяйка уверена в его полезных свойствах при простуде и похудении. Жаль только, что свежую мяту зимой найти не так легко, как кажется. Мята считается натуральным компонентом, который способен успокоить и душу, и тело. Но несмотря на огромную пользу, мята обладает и некоторыми противопоказаниями, о которых мы поговорим чуть позже. Если чай с мятой вы пьете ежедневно, то вашей невозмутимости и спокойствию можно будет только позавидовать. Однако, меру следует соблюдать во всем, даже если это обычный чайный напиток с мятой. Мятный чай обладает удивительной способностью облегчать болевые симптомы, успокаивать, при этом он может оказать антисептическое и желчегонное действие. Напиток отлично стимулирует деятельность головного мозга и способствует улучшению аппетита. Мята в своем составе содержит ментол, который проявляет свои антибактериальные свойства в случае инфекционных и простудных заболеваний. Польза чая с мятой заключается в том, что напиток способен облегчать боль во время критических дней у женщин, избавляя тем самым от спазмов и болей. При этом необходимо пить чай в случае неприятных симптомов климакса. Чай с мятой способен понизить в женском организме уровень мужских гормонов, что в итоге избавит женщину от волос в нежелательных местах. Женщинам в положении чайный напиток с мятой позволит легче перенести токсикоз, избавив будущую маму от тошноты и головокружения. Полезное свойство чая с мятой Из-за полезных свойств чай с мятой рекомендуют пить для понижения кислотности желудка, при простуде, насморке и гриппе. Наряду с этим мятный чай положительно воздействует на обменные процессы, улучшая защитные функции организма. Чайный напиток с мятой помогает наладить деятельность желудочно-кишечной системы, избавляя от спазмов и ликвидируя инфекции. Если вас одолевают мигрени и мышечные боли, то лучшим средством станет мятный чай. Тонизирующий напиток превосходно успокаивает и приводит в норму деятельность нервной системы. Кроме этого, чай с мятой благоприятно воздействует на работу сердца и сосудов. Его применяют для лечения наружных кожных заболеваний, устраняя сыпь и зуд. Рекомендуют мятный чай тем, кто страдает высоким артериальным давлением, головными болями. При этом в заваренный чай можно добавить ложечку меда. Чай с мятой. Бодрит или успокаивает? В небольших дозах чай с мятой является напитком для бодрости, но пить его можно не более двух чашек в день, иначе эффект будет обратным, захочется спать и появится слабость. С опаской к мятному чаю относятся мужчины, так как мята отлично успокаивает нервную систему и организм в целом, тем самым понижая мужское либидо. Если регулярно пить такой чай, то естественно это будет не совсем хорошо сказываться на мужской потенции, однако, прекратив пить чайный напиток с мятой, к мужчине снова вернется его сила. Таким образом, взвешивая пользу и вред чая с мятой, мужчинам бояться его не стоит. Пить его можно и даже нужно, в случае сильной усталости или большого нервного перенапряжения. Просто не обязательно это делать по пять раз в день. Все хорошо в меру. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Для гиперактивных малышей чай с мятой также будет полезен, так как напиток сможет их немного успокоить. Однако, не таким подвижным деткам мятный чай пить нежелательно, иначе это вызовет сонливость. Чай с мятой и похудение. Мяту можно совмещать с любыми другими чаями или травами. К примеру, черный или зеленый чай в комбинации с мятой дадут превосходный результат для похудения. Секрет достаточно прост. Мята содержит огромное количество эфирного масла, которое притупляет чувство голода, таким образом помогая наладить обменные процессы и освободить организм от ядов. Используя мятный чай в качестве средства для похудения, необходимо обязательно выпивать достаточное количество воды, так как мята оказывает сильное мочегонное действие. Как правильно приготовить чай с мятой? Заваривать чайный напиток с мятой лучше в фарфоровой или стеклянной посуде, так как напиток сохранит все свои полезные свойства. Если вы завариваете свежую мяту, то взять надо 4 листочка и обдать их горячей кипяченой водой. Через 1-2 минуты воду слить и налить в стакан немного охлажденного кипятка градусами 80-90, чтобы мята не варилась и основные витамины не разрушились, а принесли вашему организму пользу. Оставьте чай настояться 10 минут и можно его разливать по чашкам. С чем можно сочетать мяту в чае? Вообще, чай с мятой можно заваривать с любыми составляющими, к примеру, имбирь и корица в сочетании с мятой подарят энергию и бодрость, лимон и мед укрепят иммунитет, ромашка успокоит нервную систему, мелиса избавит от головной боли. Но можно заваривать только мяту, без всего или просто с медом. Так вы действительно почувствуете вкус именно этого целебного растения. По виду он напомнит самый элитный зеленый или даже белый японский чай. Да, и это даст возможность не держать дома обычного магазинного не очень качественного чая, собранного неизвестно где и неизвестно с какими химикатами. Для ребенка все ингредиенты мятного чая уменьшать надо вдвое. В случае заваривания черного чая с мятой необходимо соблюдать пропорции один к одному. Стоит помнить, что чай с мятой дает пользу организму только в свежем заваренном виде, и на второй день пользы точно уже не будет. Однако пить подобный чайный напиток лучше без сахара, так как сахар в принципе считается вредным продуктом, причем одним из самых вредных, то он уменьшает пользу мяты. Взамен его лучше добавьте полезный мед. Мед, кстати, также лучше добавлять не в кипяток, а то его полезные свойства также уменьшаются и даже могут превратиться во вредные. Противопоказания и вред чая с мятой. Мятный чай, независимо от множества плюсов, не рекомендуется кормящим матерям, так как способен уменьшить лактацию. В общем, вред мятный чай может оказать тем, у кого имеется воспаление почек и печени. Также его аккуратно стоит пить тем, у кого низкое артериальное давление, либо вовсе от него отказаться. Естественно, мятный чай запрещено пить тем, кто страдает аллергией, либо имеет индивидуальную непереносимость мяты. Доктора не советуют пить мятный чай при варикозном расширении вен. Таким образом, всем остальным людям чай с мятой полезен и оказывает разностороннее благоприятное воздействие на организм, как многофункциональное натуральное средство, которое способно оказать помощь при различных заболеваниях. Кроме этого, в случае жизненных неурядиц, чашечка мятного чая поможет вам расслабиться и снять стресс, а также остаться с ясным умом и светлой головой, чего мы вам и желаем. А если у вас в данный момент нет мяты в холодильнике, не расстраивайтесь. Просто прочитайте наши статьи о пользе и вреде чая с лимоном, корицей, медом или полезных свойствах имбирного чая. На этом все. Желаем вам здоровья, успехов, Всего вам доброго! Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok